Весьма обнадеживающими стали итоги работы медиков за 2018 год. Удалось снизить уровень смертности в сравнении с 2017 годом на 3%. Снизилась младенческая смертность. Сохранили хорошие позиции по уровню оказания медицинской помощи населению. Мы отмечаем, на самом деле, очень серьезная, планомерная и плодотворная работа медицинских работников была. Вся наша медицинская общечность в отношении ответственности медицинских работников и так далее, вот такие плоды принесли. Важную роль в достижении показателей сыграло и улучшение материально-технической базы. На эти цели государство и республика выделили более 1 миллиарда рублей. Так были закуплены 20 машин скорой помощи. Большая часть ушла в районы. Автомобили оборудованы всем необходимым. Здесь можно, не выходя, конечно, уже работать и оказывать помощь именно в транспорте. Для фельдшеров это удобно. Долгожданным событием стало открытие хирургического корпуса детской республиканской клинической больницы. Учеждение может принять до 160 маленьких пациентов одновременно. Новейшее оборудование позволяет делать сложные операции в одном месте, а не возить пациентов в другие города. Важно и то, что родители могут находиться с детьми весь период лечения. Для этого созданы все условия. Спальные места, то есть раздельные, это очень хорошо. И оборудование новое, предметы все новые для комфортного проживания, как говорится, лечения. Однако ложка дегтя в положительной бочке итогов деятельности системы здравоохранения все же есть. У нас проблема есть раннего выявления онкологического заболевания. Мы не доходим до того индикативного показателя, который требует Российской Федерации. У нас 55,5% мы должны выявлять на ранней стадии онкозаболевания. Мы сегодня его достигли только до 49,6%. Частичное решение данной проблемы руководство видит в запуске поликлиники онкодиспансера. Открытие планируется уже в апреле этого года. Любовь Абрамова, Булат Жигмитов, телекомпания АТВ.